МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Парата три, без конца я ходила. За свой шот машину я вызывала, крышу сосульки сбивали. У меня сын залазил, сам сбивал. Никакие никто меры не принимает, уже невыносимо. Тут мне письма, на Карла Маркса 15 я ходила. Мне оттуда письмо прислали, что 970 тысяч у нас долг по нашему дому. Я им показываю свое, я говорю, покажите мне, где мой долг, чтобы я где-то была должна. Они мне ничего не ответили. Пока Ирина Геннадьевна пыталась обратить внимание коммунальщиков и городских властей на дом, ее квартира продолжала медленно разрушаться. Вода лилась с потолка при каждом снегопаде и дожде. А с трудом нажитое имущество превращалось в бесполезный хлам. Все обои, кондиционер сгорел, ламинат негодный, уже не принадлежит, уж что-то надо ремонтировать. Обои со всех сторон. И тут везде все отлетает, и тут отлетает. Вот люстру могу показать. Была люстра, она осталась, но вообще нет ничего. Очень мне, конечно, жалко. По моей зарплате это очень дорого. Коридоры подъезда тоже заслуживают особого внимания. Трещина в стенах отлично гармонирует с кривым и отлетевшим кафелем под ногами. В прошлом году жертвой неровных полов стала 76-летняя Роза Обязова. Решила пойти прогуляться, чтобы ездить. И вот здесь я ногами задела плиту. И задом упала, с головой прям. И вот до сих пор никак не могу. После экскурсии по подъездам наша съемочная группа спустилась в недра злополучного дома. Состояние канализации аварийное. Ощущение того, что трубы готовы вот-вот лопнуть. А это знаменитый подвал на улице Любовь Шевцовой. Как утверждают местные жители, канализацию может прорвать в любую минуту, даже сейчас. Прорывы происходят постоянно из-за изношенных коммуникаций. Очередная авария была примерно месяц назад. Ее последствия сохнут, отравляя воздух жильцам. Вот эту канализационную пробку выбивает. И постоянно отсюда все выливается. Все абсолютно. Туалетная бумага, салфетки. Люди что в унитаз кидают, все отсюда выливается. За 12 лет у дома сменилось 5 управляющих компаний. Последний из них у Каленинского района вовсе обанкротилась и закрылась. В этом году жители решили еще раз рискнуть и выбрать себе нового коммунальщика. Сход граждан состоялся накануне. Их консультировал директор контакт-центра при главе города. Суть у них вопроса проста. Они хотят выбрать иную управляющую компанию, что есть. Алгоритм жилищного законодательства у нас прописан. Единственное, главное – соблюсти все требования, которые там выставляют. Выбор компании – еще не главная проблема для этих людей. Ведь даже при хорошем раскладе на весь ремонт понадобится более трех лет. Денис Литвинов, руководитель Центра по защите прав потребителей, предложил выход из ситуации – создание ТСЖ. Как говорится, хочешь сделать хорошо – сделай это сам. Ведь обустраивать быт своими силами надежнее, чем надеяться на коммунальщиков-управленцев. В первую очередь объединиться, понять, что никто им, кроме них, не поможет. Ну и дальше им необходимо принимать решения, исходя из своих ресурсов финансовых и временных. Потому что на управление, сбережение, восстановление этого дома, может быть, развитие этого дома, нужно будет тратить время и деньги. Также жители горе-избушки могли бы извлечь материальную выгоду от судов со стройщиком. Но, увы, на практике это возможно только в отношении реальных подрядчиков-строителей. В этой ситуации жильцы имеют дело с фирмой-однодневкой, название которой никто не знает. Судя по ее результатам, это отвратительная компания, которая быстро освоила какие-то деньги. Причем, скорее всего, в строительстве это общеизвестная история. Даже и законодательство говорит о том, что сметы могут быть не твердые, так сказать, а вот приблизительные. Смета 59-го дома оказалась не тверже, чем можно представить. Оказалось, что изначально здание построили для торговли, и состояло оно из трех этажей. Об экономии материалов и вовсе говорить не стоит. Утешевление производства налицо. По словам юриста, узнать данные по застройщику можно, направив в мэрию официальный запрос. Виктория Черкова, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды.